Реал и Атлес Реал и Атлес Реал и Атлес Реал и Атлес Мадрид, восьмая минута и привет вам с кисточкой. Надо сказать, что он действует пока так, как будто он всегда играл за мадридские атлетики, как будто он знает прекрасно этих партнеров, гол и результативная передача. У него уже за 8 минут, ну а Реал в обороне выглядит просто неважно. Просто проходной двор, проходной двор, Жао Феликс, гол. И голевая, даже половина тайма не сыграла. Какая контратака сейчас Атлетико, Жао Феликс прощает. Посмотри, все атаки, две голевые и, ну одна без Жао Феликса прославит, когда Марата выходила один на один. И сейчас еще одна с левой сейчас пускает. Мне кажется, вот с такой игрой Венисиуса, с учетом того, что есть Браим Диас, презентуется уже официально с номером 11. Кто знает, может быть, Мариана Диас уйдет. С левой ноги Лемара и Диего Коста. Еще один рикошет и паника в обороне у Мары, который сегодня в запасе и здесь. Удачно разыгрывает мяч Атлетико. Падение, что показывает арбитр, что все было в пределах правил. Вара никакого нет. Мы напомним, уже стали прибыль. И перехватывает Атлетико. Коке. Удар Анхеля. Хоре. 3-0. 3-0 становится счет. И Атлетико размазывает Бакареал просто по газону в Мэтт Лайф Стэдио. Ну и потрясающая реализация. У Атлетико из пяти атак они не реализовали две. Это удар Жао Феликса и выход один на один Марата. Все остальное это мячи в ворота Тибо Куртуа. Три за 20 минут забивает Атлетико Мадрид. Ребята, вы не спите, вы смотрите это с пятницы на субботу. Дальше у него там будет аудиокап, матч с Тоттенхэмом. Но уже постепенно сезон приближается. Бираться в чемпионате. Федерация настаивает на том, что подача. Здесь хорошо играет облако и ему достается. В борьбе с Ювичем как раз. Вот он себя проявил здесь наконец-то. Вот скажем, бывшие одноклубники, да? Они, может быть, и не пересекались? Нет, они не пересекались. Урок все-таки из Бенфики пришел, как мы помним. И Бенфики, который сегодня в запасе и здесь, удачно разыгрывает мяч Атлетико. Падение, что показывает арбитр, что все было в пределах правил. Вара никакого нет, мы напомним. Уже стали привнуты. И опять прессинг. Атлетико, посмотрите, что делает. 4-0. 4-0. Там Модрич, если я не ошибаюсь, проиграл эту позицию. Оставил мяч, а дальше в одну передачу разыгрались игроки Атлетико. Диего Коста забивает свой второй мяч сегодня. Да, и опять прессинг, и второй гол пришел после прессинга. И сейчас Диего Коста забивает после отличного отбора. И в центре просто тыра у Атлетико. Серки Рамо же, да, делал эту передачу, вдруг показал. С Гвадалакарой 0-0 по игре. Но хотя Арсенал, у него 7 очков, желтая карточка игроку Мадридского Реала. По 6 у Бенфики и у Манчестер Юнайтед, которые еще имеют шанс набрать. Сейчас видим в левом верхнем углу. То давай считать, что с 0-0 начинается игра. Венисиус даже тут не попал. Понимаешь, это вот тот случай, когда Реал приходит в себя, а Атлетико уходит в себя. Вот это момент. А как еще? Кого еще? Посмотрим. Венисиус, удар! Не, ему нужны ворота, мне кажется. Потому что здесь каждая атлетика может быть голевой. Требьер, пожалуйста. Положения вне игры не было. И очень качественно подключается Киран Требьер. И Тома Лемар простил сейчас. Скоро он развернулся. Сразу пробил между ног Эрмоса и мяч. Очень хвалили Атлетико. А потом в сезоне как-то забуксовала немного команда. Подача и... Мы можем других игроков не называть в атаке, да, у Реала? Потому что все замыкается на Венисиусе. Второй матч у Фернандес сейчас просто на месте. Лемар. Падение Диего Косты. Пенальти. У-у-у-у. Так, как Барселона возил на Бернабеу, когда 6-2 было. Но все равно это было как-то размазано повсюду. Чего не сделает. Но смотрите. Пять. Пять за тайм. И забила только одна команда. Три. Забил Диего Косты и здесь. Хорош. Свисток арбитра. Пять. Ноль. Да. Какая боль. Какая боль. Да. Продолжать не будем. Вопросы были, сможет ли Семен и атакующую игру ставить. Атлетик. Вот он ее поставил. Пожалуйста, смотрите. Перерыв. Вернемся. Никто. Безусловно. Не ждал. У Реала Дифи Тибо Куртуа тоже ушел. Кейлор Навас появился. И от публики был бы красивый, если бы Реал пять забил во втором. И все ушло, выйдет. Но я думаю, что они основную порцию игрового времени получат с Атлетико Сан-Луис или со звездами МЛС. Кирана. Здесь Тамале Мар. Еще падение. Фолл в атаке. Вообще девять, десять уже пропущенных мячей за три игры. Это тоже звоночек для Зидана и руководства Реала, что пронсерная компания, возможно, еще не завершена. Опять обработал. Неужели четвертый забьет? Смотри, что идет, да? Забивает, забивает Диего Коста. Покер и 6-0, и снова с передачи Жо Феликса. Game, set and match. Диего Коста сегодня просто в ударе, в огне. У него реализация моментов. Я давненько такого не видел. Все моменты, которые были у Диего Косты, все... Два сборной Германии забил еще во втором. Правда, причем сильной. Один мяч. Подкнулся, но мяч принял. Азар Марселло! А дальше пляжный футбол. Начался в исполнении Марселло. Да, это было красиво. Подбросил мяч Марселло. Даже причем... Угловой. Очередной в исполнении Реала. Модрич подает. С мячом переводят на правый фланг. И дальше Лукас Васкес. Костяну уронил. А вот атака, моменты забивает Начо. Начо. Начо это человек, который в проблемных сезонах запускал вот эту машину Реала. Помнишь, бывал так, надо не при счете 0-6. Но 0-6 на спине. Дело близится к ничьи. Системь, к весе, видишь. Я символизм. Я символизм какой-то вижу сегодня, да. И пытаюсь вернуть еще угадшую интригу. Здесь здорово сыграл. Азар. Азар, да. Манк выйдет. 31-й номер. 32-й выходит. Это Адриан Деляфу. Бел на пуле не появится в избежание, не дай бог, какой-нибудь случайной травмы. Но он в игре... Сложно, Симеон, кто играет, а кто не играет. Вот, кстати, в прошлом матче Симеоне показало. Витоло по левому флангу. Атакует, проходит, бьет. 7. 1-7 становится счет. И это Витоло, как в компьютерной игре. Прошел, добил сам. Ощущение, что ребята с джойстиками. Кто-то сидит и управляет игроками.